МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Юлия Воженина. Смотрите сегодня. В любую погоду с метлой и лопатой в Чебоксарах подвели итоги конкурса на лучшего дворника. Рвутся в бой школьные дружины в столице Республики развивают дворовый хоккей. Не страшен лед и холод. Состоялось открытие Кубка Чуваши по фигурному катанию на коньках. Кроме курса рубля и мировых цен на нефть, в России сейчас активно обсуждают надвигающуюся эпидемию гриппа. Как защититься от вируса, говорили сегодня в Минздраве Республики. Эпидемия гриппа в России в этом году начнется раньше, чем обычно, заявила на днях министр здравоохранения страны Вероника Скворцова. Кроме того, почти у половины заболевших сейчас фиксируют вирус АН1-Н1, более известный как свиной грипп. Именно он в 2009 году посеял панику по всему миру. Случаи заболевания зафиксированы и в Чуваше. Уже во второй декаде текущего года при лабораторных мониторингах и исследованиях больных острыми протонными инфекциями у пятерых больных уже было подтвердено, у них определён пандемический вирус АН1-1-2009 года. Но с 2009 года прошло 7 лет, и работу над ошибками успели провести. Все медицинские организации, наверное, начиная с 2009 года, когда впервые мир столкнулся с такой пандемией, АН1-1 инфекция, уже рассчитывают запасы противовирусных препаратов, защитных средств, исходя из тех методических рекомендаций, которые были изданы по следам этой пандемии Роспотребнадзором Российской Федерации. Поэтому в целом хочется сказать, что в принципе мы готовы. Самый действенный способ защиты по-прежнему – прививка. Как показывает анализ летальных случаев в нашей стране, зарегистрированы летальные случаи от осложнений гриппа только у непривитых лиц. Поэтому вакцинация против гриппа до сих пор является одним из самых действенных мероприятий по профилактике гриппа и респираторных заболеваний. Хорошие новости. В этом году прививку получили 30% жителей республики. Плохие новости. Если привиться сейчас, иммунитет выработается только к началу марта. Тем, кто не успел, советуют реже бывать в местах скопления людей, чаще мыть руки, в случае необходимости носить защитные маски и, главное, не заниматься самолечением. Если у вас резко поднялась температура, ломит суставы и мышцы, появился кашель и головная боль – сразу к врачу. Если обратиться вовремя, этот вирус хорошо лечится. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика. Указом главы Республики Михаила Игнатьева 2016 год объявлен Годом Человека Труда. Профильное министерство объявило конкурс на лучшую эмблему – логотип года. Работы, выполненные в технике компьютерного дизайна, принимаются на электронном носителе до 25 января по адресу Чубоксары, улица Гагарина, 22, кабинет 403. Многое в жизни зависит от уважения к труду. Кого, как ни человека с метлой или лопатой в руках, мы встречаем с утра пораньше у себя во дворе. Чей труд создает нам удобство передвижения по любимой улице в любую непогоду. Не случайно администрация города Чубоксары решила в этом году провести конкурс на звание «Лучший дворник района». Лучшей из лучших в московском районе признана Роза Николаевна Сидорова, чей стаж по профессии составляет уже 21 год. Жильцы дома номер 50-1 по московскому проспекту души в ней нечают. Когда бы они не вышли утром из дома, территория уже идеально вычищена. Вот сейчас вышли, получалось экстремальное условие, экстремальная ситуация, что много снега, много, очень много снега, и люди не успевают. Наши, Роза Николаевна Сидорова и Герман Георгиевич, успевают. И получается, им помогают и дети, и там дети, что-то нужно сделать, если много. Помогаем, ну в общем-то, помогаем и мы тоже, жильцы, потому что у нас дом такой ответственный, мы стараемся, и если надо, то мы ей тоже поможем. Розу Сидору такое внимание к профессии с одной стороны немного смущает, а с другой радует. Я не стыжусь, я горжусь, потому что на свежем воздухе это для здоровья полезно. Когда сильный снегопад или нагрузка большая, у меня вся семья выходит. Естественно, супруг, дети, за тебя все вместе. Я их приучила к труду. Что мне хочется еще сказать? Раньше, да, действительно тяжелее было, это был ручной труд. А сейчас все-таки механизированная, трактор рано с утра приезжает, дворы очищает. Ну, естественно, нам легче уже. Меняется в жизни все. Название профессии «дворник» не стало исключением. Роза Николаевна поправила нашу съемочную группу, назвав себя хоть и лучшим дворником, но все же рабочим по комплексному обслуживанию и уборке зданий управляющей компании «Мирный-1». Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Во дворе дома 16 по улице Пролетарской в столице быстро придумали, как использовать огромное количество снега. Жильцы собрались вместе и построили горку. 30-ти метровая горка прямо во дворе дома. Мечта любого ребенка. А кто воплощает мечты детей в жизнь? Конечно, родители. На улице Пролетарской живут настоящие волшебники. Идея создать горку во дворе пришла из детства. В детстве наши родители строили горки. Мы решили всем миром собраться и тоже для наших детей построить горку. Со всех домов, которые смотрят на горку, приходили люди и помогали. От чистого сердца мы. Строили мы дня 4. Первый день с трактором, затолкали снега. Второй день чинили, третий день опять чинили. Вот так вот у нас горка и получилась. Теперь за ней надо ухаживать. По вечерам здесь по очереди равняют склоны. Если надо, заливают горку снова и снова. Такая трудотерапия очень нравится детям. У главного помощника во рту пустышка. Но в руках сразу две лопаты. А ребята постарше уже знают секреты ледяного зодчества. Мы с ней таскали ведра. Потом мы еще лопатами разгребали снег. Мы его перемешивали и давали дядин, который уже раздевали там, ну, разглаживали снег на горку. А для чего вы его перемешивали? Перемешивали, чтобы он как бы был твердым, чтобы было легче кататься, чтобы горка не разваливалась. Ледянки, санки, ватрушки, картон, штаны, ботинки. Проверено, кататься с горки можно любым способом. Наши горки, самое главное, это поворот, потому что у меня прикольно. Мне нравится горка, потому что здесь я взлетаю. Жители этих домов надеются, что их пример станет заразителен. И в каждом дворе нашего города появится своя горка, крепость или даже замок Снежной Королевы. Тем более, что проблем со стройматериалом в этом году нет. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Чуваша прощается с Тамарой Чумаковой, заслуженной артисткой России, народной артисткой нашей республики. Долгое время она по праву считалась примой театра оперы и балета, исполнив на его сцене более 50 различных партий. Тамара Чумакова родилась в Чувашии и всю жизнь служила своей родине, искренне заботясь о развитии и совершенствовании оперного искусства. Зрители запомнили ее блистательное перевоплощение в Татьяну из Евгения Онегина, Виолетту из Травиаты, Чио-Чио-Сан из Мадам Баттерфляй, Розину из Сивильского цирюльника и другие не менее интересные и сложные роли. А коллеги утверждают, что высокий профессионализм и женское обаяние сочетались с Тамарей Чумаковой с внутренней красотой и доброжелательностью. Я молодая пришла, первую роль я царской невесте Дуняшу пела. Как она меня, Господи, она и наряжала меня, я так волновалась. Она всегда как учительница, как великий педагог, опытный человек, вселяла в нас огромную уверенность. Тамара Чумакова была популярной исполнительницей чувашских народных песен, многие из которых записаны на радио и пластинках всесоюзной фирмы «Мелодия». Память о чувашском соловье, как ее называли, надолго сохранится в сердцах близких, друзей, поклонников ее таланта. Очень тяжело расставаться. Я понимаю, что жизнь так устроена, что приходится мириться с тем, что люди уходят. Но то, что теряет искусство, с этим мириться очень трудно. К другим новостям сотрудники Шумерлинского межрайонного следственного отдела следственного управления СКРП Чуваши возбудили уголовное дело против самогонщика. Индивидуальный предприниматель из Вурнар подозревается в производстве хранений и сбытии продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В его доме нашли тысячу литров спиртосодержащей жидкости. По версии следствия, в 2014-2015 годах в поселке Вурнары подозреваемый неоднократно сбывал местным жителям спиртосодержащую жидкость в самогон, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и разлитую в полуторалитровую бутылку, пока его незаконная деятельность не была пресечена следователями следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД Шумерлинский. Православные верующие отмечают крещение Господне. Многие жители Чуваши эту ночь провели у купелей. В республике, по данным МВД, более 30 тысяч жителей окунулись в Иордань. Крещенские купания продолжились и сегодня. У стен Свято-Троицкого мужского монастыря в этом году оборудовали 4 проруби. Всего же в республике подготовили 58 мест для массового купания. Только в Чебоксарах окунуться в Иордань решились более 3,5 тысяч человек. Столько же горожан спустилось к купелям, чтобы поддержать своих друзей и родственников. Хотя в этом году у прорубей сотрудникам МВД пришлось выставить несколько кордонов и организовать пропускной режим. Из-за резкого потепления накануне начала уменьшаться толщина льда, отмечают в региональном управлении МЧС. Толщина льда 25-30 сантиметров. Только на юге у нас республики, в районе Алатарского, Порезского, Шумерлинского района, там 15-20 сантиметров было. Но толщина льда позволяла безопасно провести мероприятие. Все было хорошо. Сила обеспечения данного мероприятия – это и органы правопорядка, и служба спасения, и медицинская служба, МЧС, государственная инспекция по муномерным судам, инспекторский состав. Все были на местах. Как не допустить проникновения идей экстремизма в общество? Как сделать так, чтобы молодые люди могли отделить истинный ислам от терроризма? Об этом шла речь за круглым столом идеологии пан-тюркизма и пан-исламизма в России и мире. Молодые люди, влеченные романтическими идеями, могут всерьез ответить на призывы террористических организаций, в том числе и запрещенные в России ИГИЛ. Собравшиеся за круглым столом обсуждали не только смысл понятия пан-тюркизм и пан-исламизм, но и конкретные меры, которые должно предпринимать государство в нынешних условиях. В это трудное время очень легко молодых людей заманивать в рутину, в паутину ИГИЛ на идеях построения нового мира. Революции делали молодые, или вот, скажем, бам строили молодежь, допустим. И много делается на порыве, на энтузиазме молодежи. И поэтому вот этот порыв энергии, энтузиазм молодых, конечно, надо направить в конструктивное русло, в русло построения, например, современной России. Или вот отправить энергию в спорт, в культуру, в науку. Сейчас на первый план в России выходят национальные интересы и национальная идея как таковая. А дружба между народами и религиями вновь становится актуальной. В нашей республике проживают представители многих национальностей, которые Россию и Чувашу считают своей второй родиной. Наша земля Россия, мы должны зубами и ногами держать. Так что ни одного террориста, ни одного экстремистического, ни одного ваххабиста не должен, на общество, на наше общество не должен присутствовать. И не должен на эту республику ходить. Кто не был, хоть национальности этого террориста, экстремиста, национальности нету. Но мы во всех круг смотрим. Кто что-то не то, сразу обращаем внутренним органам, этого трехконечным органам. Но все же экстремистским идеям иногда удается проникнуть в головы молодых людей из Чувашии. В правоохранительных органах есть информация о том, кто пытается проявлять интерес к чуждым течениям. А для того, чтобы молодежь не ломала свои судьбы, нужно, чтобы она владела достоверной информацией о духовных ценностях мусульманского мира. Татьяна Молок, Валена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах создают возможности для занятий хоккеем. Катки и современные коробки сейчас есть на территории школ, во дворах. В некоторых учебных заведениях города уже начались тренировки ледовых дружин. Стал ли хоккей пользоваться популярностью у учеников, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Раньше Сергей Кустин работал преподавателем физкультуры, а сейчас он тренирует и свою хоккейную команду. В 23-й школе ледовая дружина появилась в прошлом году. Благодаря поддержке администрации города и спонсоров, здесь возвели современную площадку и закупили спортивную форму. Юные хоккеисты уже выступают на чемпионатах. Некоторые ребята у нас, три человека, они уже участвовали, как бы были соревнования у них, говорят, с шайбой, но без экипировки они уже. И в принципе, как бы к ним уже потянулся человек 3-4 и уже как бы организовалась команда. Практически каждый день мы стоим на лед, сначала чистим коробку с ансидиазом, относятся к этому делу, снегопады прошли большие, тем более, как видите, у нас коробка чистая. Потому что благодаря ребятам, которые самые чистые, потом мы сами тренируемся, это развивает у них трудоспособность. Желающих записаться в школьную команду становится все больше. Приходится устраивать настоящий кастинг. Тренер делает ставку на тех, кто уже уверенно стоит на коньках. Мы выходим на лед, сначала несколько кругов ездим, задом, передом, потом начинаем игру. Стали лучше тренироваться, стали лучше давать пас, ворота стали лучше отбивать. Я по телевизору смотрел, мне тоже нравилось, вот решил попробовать. Там за шайбой бороться надо, около вратаря, надо ему помогать. Именно так начиналась карьера большинства чемпионов. В администрации города сейчас планируют возродить тот самый дворовый хоккей. В прошлом году в столице республики оборудовали пять современных коробок и более 30 катков. Образовали в Чебоксарах и школьную хоккейную лигу. Главная цель школьной хоккейной лиги это привлечение максимального количества ребят города Чебоксары к занятиям таким серьезным видом спорта, как хоккей. Безусловно, здесь не ставятся каких-то грандиозных спортивных задач. Главная задача этого популяризация спорта и здорового образа жизни. Главный трофей школьной хоккейной лиги – кубок Андреяна Николаева. Сейчас за него сражаются 16 начинающих команд. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика. Юные фигуристы Приволжского федерального округа приехали в Чебоксар и показать все свое мастерство. Среди участников совсем маленькие спортсмены, им всего по пять лет. И уже закаленные льдом кандидаты в мастера спорта. Чебоксара-арена впервые принимает у себя открытый кубок республики. На лед выйдут 170 фигуристов. Программа соревнований расписана в соответствии с возрастом. Флипы, тулупы, флажки и ламьеры. Эти сложные элементы участникам еще только предстоит освоить. Но катаются мальчишки и девчонки уже вполне уверенно. Мое любимое упражнение – это каскад флип-рибергер. Я его очень долго учила. Меня на фигурное катание привела мама с папой. Я хочу на Олимпиаду. Оценивать спортсменов приехали судьи из Москвы. Приглашенная жюри максимально объективна. Участников видят впервые, ошибки не прощают, да и на яркие костюмы не отвлекаются. В костюмчике точно – это вопрос номер три. Артистин с техникой согласен. Они соперничают и бывает, что одно обыгрывает другое. Но в целом техника – это более серьезный аргумент. За звание лучшего спортсмена борются в основном девчонки. Среди выступающих практически нет мальчишек. У девочек получается, я думаю, лучше, чем у мальчиков. А если бы тебе предложили встать в пару с мальчиком, ты бы согласилась или ты хочешь одна танцовать? Нет, я хочу одиночной. Соревнования продлятся три дня. 21 января – самые интересные старты. Тогда же и станет ясно, для кого чебоксарский лед окажется счастливым. Сегодня у телевизора широкие возможности. Он подстраивается под интересы каждого, готов в любое время повторить программу, которую вы пропустили. Умеет не только показывать, но и путешествовать вместе с вами, играть, петь и развлекать детей. Компания «Инфолинк» представила на рынке цифровых услуг интерактивное телевидение «Лайм HD». Репортаж о возможностях интерактивного ТВ смотрите далее. А я с вами прощаюсь. «Лайм HD» – это 210 цифровых каналов и несколько интерактивных сервисов. Все они представлены в компактном коробочном решении. Данный медиа-центр многофункционален, доступен для всех телевизоров разных моделей. Для современных – через разъем HDMI, для более старых моделей – через Тюльпан. Если вы приобретаете приставку у нас, сервисный специалист приходит, подключает и устанавливает приставку совершенно бесплатно. При запуске приставки появляется меню с сервисами. В базовом пакете 81 канал. По своим предпочтениям абоненты могут дополнительно подключать каналы другой тематики. Детские, спортивные, музыкальные. Управлять ими можно самостоятельно, прямо в телевизоре, через личный кабинет. Кроме того, в базовом пакете предусмотрен архив телепередач за последние пять дней. Если у вас дома один телевизор, но так бывает, что вы хотите смотреть мультики, допустим, с ребенком, а может там футбол идет онлайн, соответственно, вы можете выбрать. Мультики можно отложить на потом, предоставив папе посмотреть свою любимую, соответственно, спортивную телепередачу. А с ребенком мультики можно будет посмотреть в записи в любое удобное для вас время. Компания «Инфолинк» также предоставляет пользователям уникальные сервисы. Во вкладке «Попкорн» можно бесплатно смотреть тысячи фильмов, список которых ежедневно обновляется. При этом их не нужно скачивать. «Кидс-клуб» создан специально для детей. Здесь ребенок может смотреть как новинки, так и знакомые родителям с детства советские мультики. Или петь в караоке любимые песни. Сервис караоке отдельно есть и для взрослых. Разнообразие развлечений дополнено онлайн-кинотеатром «Иви» с бесплатным доступом к фильмам, сериалам и телепередачам и соцсетью «Ютуб». Телевизор можно использовать как браузер, подключив к нему мышь и клавиатуру. Или как проигрыватель файлов с USB-носителя. Для подключения Lime HD необходим интернет, предоставляемый любым провайдерам. В том числе и за пределами нашего региона, в том числе и за пределами страны. То есть у нас есть абоненты, которые переехали на постоянное место пребывания за пределы страны. Но с помощью данного медиа-центра могут просматривать любимые, соответственно, телеканалы на русском языке. Также национальные каналы. То есть каналы, вещающие непосредственно в нашем регионе. Отличная новость для тех, кто не верит, пока не проверит. Приставка интерактивного телевидения Lime HD доступна для бесплатного тест-драйва на 10 дней. А приобрести ее можно и в рассрочку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова